Доброе утро! Вы смотрите «Утро» на ОТВ. Здравствуйте! С вами Наталья Гончарова и Ольга Дмитриева. Естественно, встречайте новый день с нами, и сегодня вы увидите много интересного в нашем выпуске. Итак, пространство для знаний. Глава округа Андрей Иванов проверил строительство школы в поселке Заречье. Необходимость модернизации. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков обсудил с жителями возможность реконструкции ВЗУ в лесном городке. Развитие сферы ЖКХ. Андрей Воробьев озвучил основные направления работы правительства на ближайшее время. С участием горожан. Волонтеры проводят опрос по благоустройству дворов в округе. Рабочие будни. О деятельности соцработников в муниципалитете смотрите в нашем репортаже. Спорт без границ. В Одинцове прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этот день, в 1903 году, американский промышленник Генри Форд основал автомобильную компанию «Форд Мотор», имея всего 28 тысяч долларов стартового капитала. К концу года ему удалось наладить производство и выпустить первые автомобили. Главной целью изобретателя стало превращение автомобиля из предмета роскоши в предмет первой необходимости. Сегодня компания является четвертым в мире производителем автомобилей по объему выпуска за весь период существования. Какие еще события произошли в этот день в истории, смотрите в нашей следующей рубрике. 16 июня 1963 года состоялся полет в космос первой в мире женщиной-космонавта. Валентина Терешкова стала шестым по счету советским космонавтом. В день полета она сказала родным, что уезжает на соревнования парашютистов. О ее полете на космическом корабле «Восток-6» близкие узнали из новостей по радио. Терешкова выдержала 48 оборотов вокруг Земли и провела почти трое суток в космосе, где вела бортовой журнал и делала фотографии горизонта. Следующей женщиной, полетевшей в космос, стала Светлана Савицкая. Произошло это через 19 лет. 16 июня 1925 года в Крыму состоялось открытие всесоюзного пионерского лагеря «Артек». Всемирно известный лагерь находится на южном берегу Крыма, недалеко от Ялты. Изначально «Артек» был основан как лагерь-санаторий для детей, страдающих туберкулезом. Такую инициативу проявил председатель Российского общества Красного Креста Зиновий Соловьев. На первую смену в лагерь приехали 80 детей из СССР. В следующем году «Артек» посетили пионеры из Германии. Сегодня «Артек» находится в ведении Министерства просвещения Российской Федерации. Это самый большой международный детский центр в мире. 16 июня отмечается Международный день защиты детей Африки. Инициатором праздника считается Организация Африканского Единства. Впервые праздник был отмечен в 1991 году. С тех пор основной темой мероприятий стало привлечение внимания мировой общественности к проблемам африканских детей и к условиям их повседневной жизни. Кроме того, сегодня Международный день семейных денежных переводов, Международный день морской черепахи, День свежих овощей и День шоколадной помадки. В этот день в 1752 году родился национальный герой башкирского народа сподвижник Емельяна Пугачева Салават Юлаев. Он руководил многими ключевыми событиями восстания, принимал участие более чем в 20 сражениях. Также Салават Юлаев известен как поэт-импровизатор, писавший о борьбе народа с угнетателями, красоте родного края и любви. Кроме того, в этот день родился русский математик и геофизик Александр Фридман, который является создателем теории нестационарной вселенной. Свой день рождения сегодня отмечают индийский актер, снявшийся более чем в 350 фильмах Митхун Чакраборти. Актер и продюсер Арнольд Вослу, известный отечественным зрителям по приключенческому фильму «Мумия», где он снялся в роли имхотепа. К новостям округа. Открытие новой школы в поселке Заречье планируют в августе следующего года. Сейчас за ходом строительства следят местные жители и администрация округа. Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил объект в ходе выездной инспекции. Репортаж Елены Краевой. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил строительство школы на территории нового жилого комплекса в поселке Заречье. Есть какие-то поселки? Нет, все идет по плану. На объекте задействованы 75 человек и 5 единиц техники. Их численность увеличат по мере роста объема работ. На сегодняшний момент мы работаем с опережением. Мы выполняем работы монолитных конструкций третьего этажа. Мы начинаем выполнять инженерные работы и готовимся к монтажу фасадов. Школу на 600 мест построят за счет внебюджетных средств, после чего ее передадут на баланс муниципалитета. Согласно проекту, образовательное учреждение будет состоять из двух блоков. Начальные школы на 200 учеников и общие на 400. Помимо учебных кабинетов, тут появятся игровые группы продленного дня со спальными помещениями, спортивные и актовые залы, специализированные лаборатории, мастерские, медблок и столовая. Прилегающую территорию благоустроят. Открыть школу планируется к 1 сентября 2024 года. Елена Краева, телекомпания «Одинцова». Водозаборный узел в лесном городке смогут реконструировать в рамках инициативного бюджетирования. С этим предложением выступил депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков на выездном совещании по вопросу модернизации ВЗУ. Екатерина Крамора расскажет подробнее. Водозаборный узел в лесном городке построили в 1966 году. За это время он заметно устарел. Но дело не только в возрасте объекта, а в том, что технологии, которые использовались при его строительстве, уже не соответствуют современным требованиям. Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков осмотрел ВЗУ и совместно с сотрудниками окружной администрации, одинцовскими депутатами от «Единой России» и местными жителями провел выездное совещание по вопросу его реконструкции. На данный момент сети не справляются с нагрузкой, поэтому узел требует обновления. Парламентарий предложил модернизировать ВЗУ в рамках инициативного бюджетирования. В скором времени проект реконструкции сформируют и выставят для голосования на портале «Добродел». Если большинство жителей его поддержат, средства для объекта будут выделены до конца года. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». К новостям региона. Жители Московской области могут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ-инфекции в поликлиниках по месту жительства, в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом или в мобильных комплексах. С начала года тест прошли уже порядка 1 миллиона человек. Всю информацию можно уточнить по телефонам колл-центра 8-495-681-3810 и 8-495-681-3717. Ну а другие новости региона смотрим прямо сейчас. Роспотребнадзор опубликовал список подмосковных пляжей, где разрешено купаться. Санитарно-эпидемиологическим требованиям отвечают 17 зон отдыха, год назад их было 38. Лабораторные анализы воды берутся не реже двух раз в месяц. И если где-то показатели изменятся, то посреди лета могут открыть новые места для купания. В течение сезона также будут проводить дезинфекцию шезлонгов и возле каждого такого водоема дежурить спасатели. Подмосковные студенты смогут попробовать свои силы на реальных производствах. С 1 сентября к проекту присоединятся 37 образовательных организаций региона. У студентов появится возможность получить востребованную специальность по программам «Правоохранительная сфера и управление», «Радиоэлектроника» и другим. Будущие специалисты смогут пройти практику на профильных производствах с дальнейшим трудоустройством. Прием заявок по программам профессионалитета в Московской области начнется 19 июня. Найти всю актуальную информацию о проекте можно на региональном портале Госуслуг. Подмосковным школьникам выдадут сертификаты на посещение Третьяковской галереи по программе социального заказа в сфере туризма. К концу года число ребят, которым предоставят такую возможность, достигнет 40 тысяч человек. Генеральный директор Третьяковской галереи отметила, что дети смогут полюбоваться шедеврами русского искусства. О них школьники знали из книг и учебников. Обращение губернатора Андрея Воробьева к жителям Подмосковья прозвучало 7 июня. В нем он озвучил основные направления работы правительства на ближайшее время, которые определили по результатам пожеланий жителей на портале Добродел и результатам опросов. Одной из главных задач губернатор назвал решение проблем и развитие сферы ЖКХ. Подробности у Елены Краевой. 7 июня губернатор Андрей Воробьев обратился к жителям Подмосковья. В своем выступлении он озвучил основные направления работы правительства на ближайшее время. Спектр деятельности выбран на основе обратной связи, в соответствии с пожеланиями жителей области на портале Добродел и результатами опросов. Особое внимание уделили сфере ЖКХ. Совершенствование ЖКХ – это большая программа, которая прежде никогда не реализовывалась в Подмосковье. Пожалуй, одна из самых масштабных в России. Тепло, вода, очистные сооружения, управляющие компанией и газ – это темы, по которым у нас с жителями самая активная коммуникация. По инициативе губернатора по каждому из направлений ведется активная работа. Особое внимание уделяется вопросам газовой безопасности и социальной газификации. В 2021 году созданы условия для подключения 29 тысяч домов, в 2022 – 86 тысяч. В 2023 запланировано создать условия для подключения не менее 12 тысяч домов. Во избежание трагедий, связанных со взрывом бытового газа в жилых домах, на территории Московской области проводятся мероприятия по оснащению муниципального жилого фонда системами автоматического контроля за газованностью. Система контроля за газованностью устанавливается в муниципальные квартиры бесплатно за счет бюджета. Субсидия выдается по факту установки, и, соответственно, управляющая компания обеспечивает сопровождение данной процедуры полностью от начала и до конца. В Одинцовском округе газифицировано 1296 многоквартирных домов, примерно 78 тысяч квартир. В прошлом году в них установили 5685 систем контроля за газованностью. В этом программу продолжили. На сегодняшний день уже оснащено более 3000 муниципальных квартир. Это специальный запорный клапан, который будет срабатывать на утечку газа. Устанавливается он наверху, сам сигнализатор, для того, чтобы, как мы все знаем, газ легче воздуха, он поднимается наверх. Соответственно, сигнализатор стоит наверху, он его улавливает, передает сигнал на клапан, клапан перекрывает газ, и жильцы обеспечены безопасностью. Для оформления заявки на установку САГС в муниципальной квартире нанимателю необходимо обратиться в управляющую организацию, обслуживающую многоквартирный дом, в котором находится жилое помещение. Также заявку примут и направят специалистам сотрудники территориального управления администрации Одинцовского округа. Это наша безопасность, моя в первую очередь, моих соседей, которые рядом со мной внизу, потому что очень много сейчас утечек с газом, взрывов, особенно вот в том году было, очень много по осени, зимой, конечно, страшно. Вот. Ну, вот такую вещь мы себе поставили. Помимо этого, в Подмосковье модернизируют системы теплоснабжения. Запланировано обновить 366 котельных и 197 участков теплосетей. А 137 тысяч жителей вскоре почувствуют положительные перемены качества воды. На 23 объектах ведутся работы по строительству водозаборных и водоочистных станций. Чтобы помочь гражданам решить вопросы с недоработками управляющих компаний, разработан закон, позволяющий проводить голосование электронно или в МФЦ. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. На улицах Одинцовского округа волонтеры проводят опрос по благоустройству. Также у граждан есть возможность проголосовать и в онлайн-формате. Главная задача опроса – выявить наиболее важные темы и объекты для жителей в муниципалитете, которые требуют улучшений. Подробнее о голосовании в материале нашего корреспондента. Детские площадки, подъезды, новые дороги, парковочные места. За обновление этих объектов чаще всего голосуют жители округа. На улицах Одинцова появились организованные участниками движения «Подмосковье. Наше будущее» пикеты. На каждой точке работают волонтеры, которые предлагают горожанам принять участие в опросе по благоустройству дворов и улиц. Они с огромным удовольствием принимают участие в анкетировании, потому что огромное количество неравнодушных жителей, которым хочется сделать свой двор, свой дом лучше. В руках волонтеров анкеты, где можно поставить оценку благоустройству своего дома и двора, а также качеству предоставляемых коммунальных услуг. Жители активно принимают участие в опросе и заинтересованы в положительных изменениях в своем городе. Сергей и Дарья живут в Одинцове. Семейная пара считает необходимым обустройство дополнительных парковочных мест, особенно на территории новостроек. Конечно, хотелось бы, да, чтобы это исправили. Ну а так в целом здорово в плане парков. Все очень хорошо. Видно, что над этим работают. Я видел план, что собираются вот здесь вот на озере делать какой-то мост, там еще что-то. Это очень круто. Опрос поможет создать рейтинг проблем, а также выявить конкретные места в городе, на которые стоит обратить особое внимание. Первый день работы волонтеры опросили полторы тысячи человек. Еще три тысячи жителей заполнили электронные анкеты. Жители могут высказать свое мнение по тому, что им не хватает возле дома, что нужно еще благоустроить. Также по парковочным местам, по детским садам. Ну, в общем, в целом собираем обратную связь с жителями Одинцовского округа. Цель проведения опроса – поддержать инициативы губернатора по благоустройству Подмосковья. Точки для голосования расположены по всему округу. В Одинцове их семь. Волонтеры помогут всем желающим заполнить бумажную анкету, а в электронной форме опрос можно пройти самостоятельно при помощи QR-кода. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Скажет, где располагаются остановки наземного транспорта. О других событиях в столице узнаем прямо сейчас. После обновления автоматики движения поезда на кольцевой линии метро теперь могут перевозить за день на 95 тысяч пассажиров больше. С начала этого года в пиковое время здесь ездят 38 составов в час, вместо обычных 32-34. Теперь составы при необходимости могут ходить с самым коротким интервалом в мире – около 80 секунд. Специалисты уже провели тестирование новой системы движения в режиме максимальной нагрузки. Кинотеатр «Факел», расположенный на первом этаже Сталинского жилого дома на шоссе энтузиастов, откроют 18 июня после капитального ремонта. Помещению вернули второй зрительный зал, предусмотренный изначальным проектом. Теперь здесь смогут разместить чуть более 130 зрителей. В день открытия посетителей ждет специальная программа, посвященная профессиональному празднику российских медиков. Врачи, которые борются с болезнями крови, расскажут о проблеме донорства костного мозга. После этого состоится показ фильма «Доктор». Попасть на мероприятие можно бесплатно по предварительной регистрации на сайте Москино. Показательный оркестр МЧС России выступит на фестивальной площади парка Митина 17 июня. Коллектив исполнит мелодии отечественных и зарубежных композиторов. В программе как знаменитые произведения, так и музыкальные сюрпризы. Музыканты становились лауреатами российских и международных фестивалей военных оркестров. Начало мероприятия в 16.00. Вход для зрителей свободный. Вы смотрите «Утро на ОТВ». Далее в программе вы увидите. Рабочие будни о деятельности соцработников в округе смотрите в нашем репортаже. Спорт без границ. В Одинцове прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. И новости афиша. О событиях в округе, которые пройдут в ближайшие выходные, расскажет Полина Бахова в нашей традиционной рубрике. Недавно свой профессиональный праздник отметили соцработники. В этой профессии важно уметь выслушать человека, понять его проблему и оказать необходимую помощь. Об их деятельности в нашем округе расскажет Екатерина Крамер. В Московской области благодаря губернатору создана эффективная служба социальных работников, которые оказывают бесплатную помощь малообеспеченным и нуждающимся в поддержке гражданам. Лучшим из них Андрей Воробьев вручил областные награды в честь профессионального праздника. Есть профессиональный термин – выгорание. Я уверен, что у соцработников, которые делают свою работу от души, от сердца и понимают, что она несет пользу, у них, напротив, вырастают крылья. В Одинцове на базе комплексного центра социального обслуживания и реабилитации два года назад появилась общественная организация «Серебряные волонтеры». Ее участниками стали члены клуба «Активное долголетие», а руководит организацией Елена Фисенко. За ее плечами уже немало добрых дел. Когда тебя благодарят, тебе хочется это слышать снова и снова. Тебе хочется вот этих эмоций от людей получать, и ты заряжаешься этим. Поэтому, знаете, тут нельзя сказать. То есть мы, да, ты затрачиваешь, но тебе сполна это все воздается. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Именно с таким девизом идет по жизни Елена. Ее команда «Серебряных волонтеров Одинцовского округа» помогает многодетам и малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям. Также вместе с остальными участниками она оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной. Мне очень трудно было. Я про щитчики не ходил. А волонтеры помогали тем, что доставляли продукты, и то спасибо им. На данный момент в общественной организации 52 человека. Уже не первый месяц они активно помогают в пунктах сбора гумпомощи для наших бойцов и жителей освобожденных территорий. Шьют балаклавы и маскировочные сети для участников спецоперации. Помощь замечают многие, за что сердечно благодарят. Я иногда спрашиваю его, Лена, а чем вы заряжаетесь, от какой розетки? Она говорит, я заряжаюсь добрыми делами. В сфере соцзащиты населения Московской области трудится 18 тысяч человек. Под их опекой находятся 2 миллиона жителей старше 60 лет. Бесплатной помощью социального работника могут воспользоваться граждане, имеющие доход ниже или равный полуторной величине прожиточного минимума для пенсионеров. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. На состязание приехали участники со всего округа, как взрослые, так и дети. Репортаж с места событий смотрите далее. Бросание баскетбольного мяча в кольцо, метание дротиков, скандинавская ходьба и другие спортивные состязания. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха прошли соревнования для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы проводим очередной ежегодный традиционный открытый турнир, посвященный Дню независимости России. В этом состязании участвуют как взрослые, так и дети. На спортивный праздник также приехали юные участники и школ для детей с ограниченными возможностями здоровья, гармония и надежда. Что мы сегодня собрались и очередной раз покажем и себе, и докажем всем вокруг, что наши возможности безграничны. Я поздравляю вас с этим чудесным праздником спорта и отдыха. В этот день в парке все участники соревнований смогли зарядиться отличным настроением. Но организаторы, в свою очередь, пообещали и дальше придумывать интересные активности. Екатерина Крамор, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. К новостям России. При раскопках древнего могильника в поселке Заря под Анапой археологи обнаружили уникальный артефакт возрастом более двух тысяч лет. Это бронзовый шлем римского легионера, либо сделанный по его подобию в те же времена. Находка хорошо сохранилась и после специальной обработки займет место в музейной экспозиции. Ну, о других новостях России в нашей следующей рубрике. Башкирские ученые разработали экологический биостимулятор роста растений на основе водорослей хлореллы вульгарис. Он может стать серьезной альтернативой применению химических удобрений. Биостимулятор получили в виде суспензии, которую можно производить в промышленных масштабах. Микроводоросль обладает множеством положительных качеств. Она выделяет гормоны, способствующие усиленному росту растений, содержит витамины, антиоксиданты, целый комплекс полезных веществ. Научные центры Сибири пригласили любознательных туристов увидеть собственными глазами электронно-позитронный коллайдер и сыграть в шахматы с суперкомпьютером. Здесь можно узнать, где и как появились одомашненные лисы, самим сделать молекулярную икру. Главная цель научных путешествий – привлечь новое поколение исследователей и заразить их жаждой открытий. В топ-3 самых популярных мягких игрушек в России в этом году вошли «Гусь-обнимусь», «Кот-батон» и «Плюшевый мишка». Популярность игрушек и плюшевой продукции связана с медийностью персонажей из детских игр, мультфильмов и фильмов. Современные дети и их родители уже привыкли к трендовой смене интереса к таким товарам. Вирусный эффект какого-либо героя традиционно используется производителями и предпринимателями. В гости к Денцовскому народному театру приедет молодой коллектив театра «Вера из Рузы». Труппа представит спектакль в Немчиновском КДЦ 23 июня в 7 часов вечера. Об этом пишет телеграм-канал «Про отдых». С другими новостями, которые обсуждают в социальных сетях, познакомимся прямо сейчас. Теперь добродел – это не только жалобы. Здесь собрали все электронные услуги – от записи к врачу до школьного дневника. Приложение видит все данные с портала Госуслуг. А если у вас есть льготы, больше не нужно носить с собой бумажные подтверждающие документы. Внутри добродела есть единое цифровое удостоверение, которое всегда под рукой. Об этом пишет телеграм-канал «Иванов Лайф». Московская область заняла первое место среди некурортных российских регионов, которые популярны этим летом. Она привлекает туристов комфортными условиями проживания и разнообразием лечебно-оздоровительных процедур. Здесь можно насладиться красотами природы и провести время с пользой для здоровья. Об этом сообщает «Проокруг». Суперлига Подмосковья – это новый спортивный онлайн-проект Московской области. Если вы любите ходить, бегать, плавать, кататься на лыжах и велосипеде – это то, что вам нужно. Организаторы приглашают принять участие в соревнованиях. Заработанные за выполнение задания баллы можно обменять на ценные товары. Об этом пишет телеграм-канал «Проокруг». В Театре сказок Парка Захарова пройдет выставка, посвященная купеческой и крестьянской мебели. Дети узнают о старинных названиях предметов интерьера, таких как буфет, кресло, комод и других. Всех желающих ждут на мероприятие в это воскресенье в 12 часов дня. Ну а о других интересных развлечениях на эти выходные расскажет Полина Бахова в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. В Подмосковье наконец-то пришла жара и можно наслаждаться летом. А это значит, наша традиционная подборка культурных и спортивных событий в округе поможет вам незабываемо провести выходные. 17 июня в поселке Летний отдых в Театре сказок Парка Захарова пройдет концерт хора русской песни «Захаровский зори». В программе прозвучат любимые и хорошо знакомые народные песни и авторские произведения под русский баян. Книги, ставшие фильмами. В Звенигороде в первой библиотеке в 12 часов любители кино смогут проверить свои знания в кинематографии. Там пройдет квиз, где участников ждут вопросы по фильмам, снятым по известным произведениям. Многие из этих лент стали культовыми. На мастер-классе «Летнее настроение» в Лесногородской библиотеке имени Новикова в 2 часа дня ждут любителей творчества. Здесь научат создавать креативные поделки из CD-дисков. Их можно красиво расписать, украсить и подарить им новую жизнь. А в библиотеку села Шарапова приглашают читателей, чтобы сыграть в краеведческую игру путешествия «Мы живем в Шарапово». Благодаря заданиям можно будет узнать много нового и интересного о селе и его окрестностях. В воскресенье в 2 часа дня в Государственном историко-литературном музее-заповеднике Пушкина в Больших Веземах пройдет концерт «Ой, Россия, ты Россия». В целях культурного обмена у нас в гостях выступят учащиеся преподаватели и концертмейстеры фольклорного отделения детской школы искусств Нейского муниципального округа Костромской области. В мероприятии примут участие ансамбль «Лошкарей Горошина», вокальный ансамбль «Травушка» и другие творческие коллективы. Музыкальный вечер продолжится и на поляне сказок парка Захарова. В программе прозвучат музыкальные произведения и стихи известных поэтов, посвященные лету. Гостей ждут к 16.00. И еще одна музыкальная программа пройдет на центральной площади в Одинцове. В 5 часов по адресу улица Маршала Жукова, 26, духовой оркестр подарит незабываемые эмоции и эстетическое удовольствие жителям города. Отдыхайте насыщенно и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. Жители острова Самарея в Норвегии сделали невероятное предложение. Они хотят, чтобы их остров стал первой в мире зоны без времени. После трех месяцев бессолнечной зимы летом здесь солнце не заходит почти 70 дней. Это вызывает неудобства и раздражение 300 местных жителей. Они считают, что в этот период времени имеет значение. Люди на острове должны делать то, что им нравится в любое время суток. По мнению активистов, население всего мира страдает от стресса и депрессии. И это часто связано с ощущением, что они ограничены временем. И именно остров Самарея может стать местом, где каждый сможет жить полной и свободной жизнью. Что еще интересного происходит в мире, смотрите далее. 227-килограммовая рыба проглотила черноносую серую акулу на глазах у рыбаков в акватории Атлантического океана неподалеку от американского города Гудленд в штате Флорида. Капитан рыболовецкого судна вместе с экипажем отправился на рыбалку около побережья, когда рядом с их яхтой начали кружить три огромные гуасы. В тот момент, когда рыбаки поймали очередную черноносую серую акулу, одна из этих рыб проглотила акулу целиком, порвав леску. Гигантский крокодил по имени Кассий проживает в австралийском крокодиловом парке уже почти 40 лет. В 1984 году его поймал владелец фермы после жалобы о пропаже скота. На тот момент Кассий уже был самым крупным крокодилом, когда-либо пойманным в Австралии. По приблизительным подсчетам сейчас ему минимум 120 лет. Однако он все еще продолжает расти под пристальным вниманием ученых, которые пытаются понять необычный феномен. 30 тысяч долларов заплатят за доказательства существования лохнесского чудовища. Уникальная возможность заработать открылась перед искателями приключений и любителями криптозоологии. Известный британский бизнесмен объявил о щедром вознаграждении за разгадку тайны лохнесского чудовища. Несмотря на его обширную известность, научные доказательства существования животного все еще остаются малочисленными и неубедительными. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Днем до 27 градусов тепла, ночью плюс 18-20. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 32%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». Ну, с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который видите на ваших экранах. Вы смотрели «Утро на ОТВ». С вами были Ольга Дмитриева и Наталья Гончарова. Всего вам самого доброго, удачного вам рабочего дня, заключительного на этой неделе и отличных выходных. Встретимся в понедельник. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...